Всем привет, с вами Алекс Ки. Хотел рассказать вам о заведении, которое находится в городе Казани под названием ресторан Maximiliens. Данное заведение я посетил в первый раз. Особо мне оно не понравилось, а сейчас расскажу почему. Первый момент, на что я обратил внимание, то, что как встречают гостей, этот процесс был довольно-таки длительный, потому что проверяли то ли бронь, то ли все ли оплачено, какие-то там чеки, проверка документов и так далее. Я вот ходил и посещал другие заведения, где также мы бронировали столик, но ты при этом просто приходишь, говоришь то, что на твое имя забронировано, и администратор, или же... Либо хостес тебя, специально обученный человек, встречает и провожает к твоему столику, где ты будешь наслаждаться кушаньями и проводить хорошо свое время. Этот момент особо имеет значение в ресторанном бизнесе, потому что, как говорится, встречают по первым впечатлениям. Если тебя встретили не очень приветливо, где-то что-то не улыбнулись, где-то неправильно что-то сказали, ты очень долгое время стоишь, ждешь, что-то проверяется, это сказывается на твое впечатление, и оно является основным и ключевым. Второй момент, на который я обратил внимание, это обслуживание. Несмотря на то, что наша компания была достаточно большая, то, как спланировала администрация рассадить гостей, не было очень продуманным, потому что столы стояли буквы Г, и они были соединены между собой, что затрудняло выход. И столы стояли таким образом, что они были рядом со стеной, и если ты сидишь на противоположной стороне, тебе затрудняет выход, и тебе приходится просить всех встать, чтобы они тебя все пропустили. Не очень продуманно. Мне кажется, лучше было бы посадить, не знаю, квадрат, ну, стол квадратом большим таким, да, чтобы все сидели, смотрели друг на друга, и спокойно разговаривали. Это было бы намного более правильно, потому что получилось так, что те гости, которые сидели, например, вот если представим букву Г, все, кто сидели здесь, они не могли разговаривать, те, кто сидели здесь. Еще одна правильная форма, которая рекомендует рестораны, чтобы рассадить своих гостей на каких-либо торжестах, это буквы П. Нам, в принципе, если помещение большое, и оно уютное в плане обстановки, в плане музыки, то есть музыка не слишком громкая, то все друг друга будут слышать, все будут друг друга видеть, и всем будет хорошо. Третий момент, который мне не понравился в данном заведении, это слишком громкая музыка, потому что все, кто находились на торжестве, не могли произнести слово, приходилось повышать голос, чтобы хотя бы до соседа донести какую-то информацию, тем более еще попросить официанта позвать его что-то, то есть приходилось кричать, что не есть хорошо. Но, конечно, формат данного заведения предполагает то, что там будет играть музыка, и с одной стороны, это было бы хорошо, если бы действительно качественная музыка и качественное оборудование бы стояло в данном заведении, или вообще подобном роде заведении, потому что, например, когда начали выступать исполнители, они пели песни живую, но текст, что они пели, о чем они пели, что за песня играл, можно было понять только по мотиву. Помимо этого, гости пытались произнести тост, произнести поздравления, но при этом получалось так, что слышали только окружение, те, которые сидели непосредственно рядом с говорящим, но все остальные, я думаю, то что либо пытались понять по губам, либо, может быть, что-то им доносилось, и они пытались как-то воспроизвести ту речь, которую произносил человек, который выступал на тот момент. Это тоже повлияло на мое впечатление о данном комплексе. Следующий момент, я был поражен тем, что данное торжество было посвящено дню рождения, но при этом те, которые гости пришли, они уткнулись в телефон и смотрели, что им что-то прислали, что им там может быть... Я согласен, да, возможно, есть какие-то вещи срочные, но если ты, например, приходишь на какое-то торжество, ты должен уделить внимание цели этого торжества, а не прийти, как бы, да, типа, я пришел, да, поздравил, молодец, поставил галочку, и все, все, я все этим доволен. Не это основная цель данного торжества, ну, вообще, в принципе, какого-либо торжества, которое люди организовывают по тем или иным причинам. Также хочу сказать минус этому заведению, что напитки, которые подавались, может быть, я не разбираюсь в алкоголе, может быть, у меня недостаточно большого опыта, и я не являюсь сомелье, но при этом мне показалось, что напитки не очень хорошего качества, тем более, что они произведены вообще малоизвестными предприятиями, специально прочитал этикетку, фирменный бренд Maximiliens, может быть, это их сетка, может быть, это часть их группы компаний, именно это производство, но мне данный вид алкоголя не понравился, не понравилось то, что еду, несмотря на то, что это заведение довольно-таки большое по площади и достаточно большое количество гостей, и тем более это была пятница, ждать обслуживания, ждать, когда тебе принесут то или иное блюдо, которое ты заказал, ждать по нескольким десяткам минут, это не есть хорошо, потому что ты приходишь отдыхать, ты приходишь насладиться временем, ты приходишь просто расслабиться, провести хорошо время, а тут получается, что ты приходишь в ресторан, под названием ресторан, и да, хорошо, у тебя накрыто на столе какие-то там определенные закуски, какой-то салат, и потом ты начинаешь заказывать горячее, но когда ты заказываешь горячее, ты его просто тупо ждешь около часа, вот реально сидишь, ждешься около часа. Еще недостаток по оформлению стола, я бы добавил, что блюда, которые были поданы вот в роли закуски, они недостаточно богатые, то есть, например, вот взять, к примеру, там дощечку, дощечку с ребрышками, всего лишь одна вот такая вот маленькая вот часть ребрышек была, и у нас присутствовало там чая, грубо говоря, 30, присутствовало, и вот такая вот одна маленькая, маленький кусочек ребрышек, два крылышка, пара шашлычков, затем пара каких-то колбасок, колбаски, в принципе, не понравились, но вот мне не удалось попробовать ребрышки, причем там всего три ребрышка было, что еще, малое количество рыбы, потому что, в принципе, люди сейчас в основном едят рыбу, и, ну, она была качественная, умеренно соленая, самое вот прям нужное сочетание соли, и большое количество фруктов, в принципе, бананы выглядели натуральными, то есть, это не гамошные продукты, но не понравилась, например, клубника, если у, я, конечно, понимаю, да, сейчас не сезон, сейчас зима, и смысл вообще тогда выставлять на тарелке с фруктами именно клубник, потому что она вообще пустая, невкусная и не пахнет вообще, это сезонный должен быть продукт, его должны вот именно сезонно подавать, чем мне не нравится вообще подача блюд именно на торжествах, поясню, это ты приходишь, у тебя накрыт уже стол, и ты сидишь, ждешь, пока все гости соберутся, чтобы потом приступить к кушаньям, там, и так далее, все блюда, они, я понимаю, что салат, он подается холодным, но при этом он уже был, по-моему, внешнему виду немножко такой заветренный, поэтому я считаю то, что можно вот выставить закуски основные, там, фруктовые тарелки, еще что-то такое вот, рыбную нарезку, мясную нарезку, кстати, салями очень было острое, маленькие почему-то кусочки были говяжьего языка, а также еще не очень мне понравились рулетики с ветчиной, и сыром, и огурцом, поэтому мое впечатление, вот, большой-большой минус с этим рестораном, потому что я считаю то, что это просто амбар, просто под VIP-персон, где играет громко музыка, где они пытаются расслабиться, ну, короче, просто кабак, но не место, где можно провести какое-либо торжество. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, также подписывайся на канал, скоро будет много всего интересного, чтобы не пропустить мое новое видео, жми обязательно колокольчик. И если ты хоть раз побывал в этом заведении, пиши в комментариях, понравилось ли оно тебе или нет, мне это будет очень интересно посмотреть, почитать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!